Всем привет! Меня зовут Ольга, вы на канале о вязании. Сегодня я покажу и расскажу вам, как связать вот такую чихуахуа. Покажу вам на фотографии, потому что в наличии у меня ее нет. Это очень популярная игрушка у меня. Ее очень часто заказывают и я надеюсь, что она вам тоже понравится. Значит, мастер-класс будет не попетельный. Если вы умеете вязать, когда-то вязали игрушки, то он для вас подойдет. Если вы новичок и ничего не понимаете, не знаете, как делать воздушную петлю, обычные столбики, убавки и так далее, сначала попробуйте повязать какие-то игрушки другие. Мой мастер-класс для тех, кто уже что-то умеет вязать, поэтому ориентируйтесь по своим возможностям. Значит, мастер-класс на чихуахуа разработан не мной. Я вдохновилась работой других мастерист по мастер-классу Елены Лаптевой. К сожалению, я пока что не знаю, как найти ее в соцсетях, но если у меня появится информация, то эту информацию вы можете найти в инфобоксе. Также мастер-класс, на который вы можете отталкиваться в текстовом формате, вы можете найти по ссылочке, которая находится в инфобоксе на сайте у Анастасии Полевой. Полеевой, извиняюсь. Значит, ссылочка будет, и там вы сможете найти этот мастер-класс. Он немножко отличается, я вижу чуть-чуть по-другому, потому что я выполняла мастер-класс по картинке, но все-таки идея не моя. Поэтому авторство остается за Еленой Лаптевой, она придумала эту игрушку. Итак, что нам понадобится для работы? Значит, вязать я буду игрушку эту из ириса от Виты. Вот такого зеленого цвета. Такой чихуахуа у меня еще нет. Хочу ее как раз добавить. Вот такого вот коричневого цвета. К сожалению, сейчас Виту ирис я найти не могу. Где-то она остается в маленьких остаточках. Наверное, нужно попробовать найти ее под заказ. Но если у вас нет такой пряжи, вы можете взять, связать чихуахуа. Эту игрушку, например, из Газал Бэби Коттон, либо из Вита Коко. Просто крючок другой подбираете. Можно использовать пряжу другую. Также я хочу попробовать когда-нибудь связать эту игрушку из полушерсти. Например, из Ализе Ангора Голд, либо Ализе Ланаголд 800. Это если говорить о маленьких размерах. Игрушку я буду вязать маленькую. Она получается буквально там сантиметров 5, даже чуть меньше. Значит, крючком я вяжу 0,7 из этой пряжи. Потому что я хочу, чтобы моя плотность была очень жесткая. Также я эту собачку делаю, чтобы у нее поворачивалась голова. И я использую шплинт и два диска. Один диск на 6 мм и один диск на 9 мм. Если у вас нет дисков и шплинтов, то тогда вы можете просто пришить голову с поворотом вбок. И у вас будет просто голова статичная. Я не рекомендую на данной игрушке выполнять нитяное крепление. Мне кажется, что голова из-за этого будет болтаться. Но вы можете попробовать. Если у вас получится, обязательно поделитесь своими результатами. Также нам понадобятся ножницы. Набивать я буду с помощью вот такого вот кровоостанавливающего зажима. Медицинский инструмент. Также я использую тонкие булавки от Прим. Мне ими удобнее работать. Я очень много в этом мастер-классе буду рассказывать об инструментах, которыми я работаю. Потому что предыдущие мастер-классы, которые я снимала, девочки говорили, что им очень сложно пришивать какие-то детали. Потому что там иголку не могли проколоть. Еще что-то, да. По поводу иголку проколоть. Также я буду использовать и такой вот инструмент. Это круглогубцы с плоскогубцами и кусачками. Такой универсальный инструмент. Я им закручиваю усики у шплинта. Вот здесь вот покажу это, как я делаю. И также я им помогаю себе, если у меня не проходит где-то иголка. Но тем не менее, как бы я ни старалась использовать дополнительные инструменты, я все равно травмирую пальцы. Поэтому я сразу извиняюсь за свои руки. Они у меня выглядят не как у девочек, которые занимаются маникюрами. Также нам понадобится очень много иголок. Конечно, не такое количество большое. Но я покажу, какими иголками я вышиваю, какими иголками я пришиваю, какими иголками делаю нитяное крепление. Потому что лапки у нас будут нитяного крепления. В общем, все покажу. Расскажу, что мне нужно для того, чтобы глазки сделать. Кстати, по поводу глазок. Не достала их еще. Глазки я буду использовать 3-х миллиметровые. Заказывала на Алиэкспресс. Хотя, знаете, наверное... Ну, вообще я в собачках использую вот такие вот глазки. Вот такие вот. То есть, они такие идут, как полубусины. Вот. Вот таким вот образом они выглядят. Но для того, чтобы вам было проще, вдруг вы не найдете такие бусины, я буду использовать вот такие вот глазки. Сейчас их только нужно подобрать размер. А вот, попались. Они просто бывают разных размеров в одной пачке. Вот, например, эти 3-х миллиметровые идут. Смотрите, эта вот бусина, которая правее, она намного больше. Ну, не намного больше, но больше, да. Видите, размер отличается. И нужно обязательно подбирать размер. И в этом мастер-классе я вам покажу, как вот такие бусины красиво посадить. Потому что не всегда удается хорошо сделать утяжку, чтобы была хорошая глазница. Тоже расскажу, покажу про это. Значит, глазки 3-х миллиметровые. И какими инструментами я пользуюсь, для того, чтобы эти глазки мне хорошо установить. Мы их будем на клей клеить. Также нам понадобится 2 вида наполнителя. Это вот такой вот холофайбер. Это основной будет наполнитель. Его нужно побольше. И немножко синтепона, синтепуха, синтепон, наверное. Вот такой вот наполнитель. Его я использую чуть-чуть. Покажу, расскажу, почему я его использую и когда использую. Так, и, как всегда, я не показываю, как вязать детали. Схему вы видите на экране. Каждая детальки. Я просто показываю, как ее оформлять. И первая деталь, с которой мы начнем. Приступаем, наконец-то, к вязанию. Хватит болтать уже почти 10 минут. Мы приступаем к голове. Значит, вяжу крючком 0,7. Схему головы вы видите сейчас на экране. И когда мы провязываем 2 ряда по 15 столбиков без накида, на этом этапе, если у вас нет шплинтов и дисков, вы закрепляете ниточку и ваша деталька готова. Если у вас есть диски и шплинты, то тогда пока что ниточку не отрезайте. Я здесь отрезала, но оставила длинный кончик для того, чтобы мне завершить вязание. Мы должны сейчас детальку набить. И после того, как набьем и поставим шплинт, я вам покажу, как делать убавки незаметные. Незаметные убавки вы можете посмотреть. У меня есть отдельное видео. Оно находится, по-моему, в плейлисте уроки вязания крючком. Там несколько полезных видео есть. Как делать кольцо амигруми, какие виды есть. Как вязать плотно и не ломать крючки. Хотя не всем это, девочкам, оказывается, подходит. Но как вариант, как я вяжу, советую вам посмотреть. Может быть, вам подойдет. Итак, сейчас я набиваю голову. Голову мы набиваем достаточно плотно. Но не забываем, что полотно у нас вязаное. Оно пластичное. И если вы будете набивать очень сильно, и при этом у вас вязание не плотное, то у вас будут образовываться дыры. Да. Я сейчас вяжу максимально плотно. Если честно, я вот когда голову вяжу, это самая моя нелюбимая деталь. Потому что ее я стараюсь набить плотно, а значит вязка должна быть максимально плотной. Просто чуть ли не ломать крючок. Очень-очень туго я вяжу голову. Остальные детали я вяжу не так туго, потому что, например, лапки я вообще не набиваю. Тело набиваю не сильно, потому что я не делаю там таких частей, которые не должны деформироваться. Это глаза, мордочка, что потом может съехать, если вы голову не плотно набьете. Так. Ну вот сейчас я чувствую, что она достаточно плотная. То есть, если вот приложить мне всю силу, сейчас смотрите, насколько будет деталь деформироваться. Я сейчас приложу максимальную силу, и только когда максимально вот сжимаю, я ее сложить пополам не могу. Но деформировать еще могу. То есть, я ее набиваю, вот еще можно добавить наполнителя чуть-чуть, туго. но учитываю, что если я набью очень-очень-очень-очень туго, что она будет каменная, я не смогу сделать утяжки. Либо мне будет делать утяжки очень сложно. Так. Набью еще чуть-чуть. Как я набиваю? Я сначала набиваю в центр, а потом смотрю на голову и ищу места там, где не хватает объема. Вот, например, здесь вижу, что голова идет, вот смотрите, с этой стороны она более так выпукла, а здесь вот под покосой. Поэтому мне кажется, что здесь не хватает наполнителя. И под вязание само, под полотно, я засовываю наполнитель. То есть, я не прямо набиваю внутрь, а я делаю наполнитель, переношу вот так. Вот это очень хорошо делать с пинцетами, либо вот таким вот инструментом. Палочками сложно добиться такого. Так. Что я делаю дальше? Дальше мне холофайбер очень не нравится из-за того, что он цепляется крючком и потом валяются эти волосинки, выдергиваются. Поэтому я беру синтепон, скручиваю вот так вот, убираю волосинки, чтобы они не торчали в разные стороны и закрываю отверстие именно синтепоном. Вот таким вот образом. Всю голову я синтепоном не набиваю. С синтепоном я набиваю только игрушки, которые 2 сантиметра, максимум 3 сантиметра. Там я синтепоном могу набить. Здесь я не набиваю, потому что крючок, ой, не крючок, а игла очень тяжело прокалывает синтепон. И им потом, с ним потом трудно работать. Поэтому холофайбер более пластичный. И холофайбер я люблю больше для больших игрушек. Значит, что я делаю дальше? Прежде чем ставить шплинт, я сейчас уберу все с экрана, для того, чтобы у меня фокусировка шла на руке. Так, так. Мне хочется все равно фокусироваться. А так. Так, дальше я буду делать незаметные убавки. 3 убавки сделаю, перед тем, как поставить шплинт. Значит, незаметные убавки. Как делаются? Четка туда-сюда возилась, вылез синтепон. Немножко дальше его туда убираем, чтобы он нам не мешал. Так. Я ввожу крючок под переднюю полупетлю одной петельки. Затем сразу же под переднюю полупетлю второй петельки. Вот таким образом. При этом слежу, чтобы вот эта вот петелька у меня была очень плотно на крючке, чтобы у меня дырочка не образовывалась. Протягиваю через полупетли. Плотненько все. Подтягиваю ниточки, чтобы все здесь было плотно. И провязываю столбик без накида. Делаю такие 3 незаметные убавки. Полупетля, полупетля. Протягиваю ниточку и завершаю столбик без накида. И третью убавку делаю. Так. Почему я это делаю? Потому что у меня маленький шплинт. И если я его сразу поставлю, мне будет неудобно его обвязывать. Сейчас вот когда 3 убавки сделала, я его могу поставить и туда подальше засунуть. Потом я потяну просто за шплинт, и диск опустится вниз. Вот таким вот образом у меня там сейчас стоит шплинт. И я продолжаю делать убавки. Сколько еще сделать убавок? Смотрите сами. У нас в последнем ряду 15 столбиков без накида. В принципе, можно сделать 6-7 убавок вполне. Так, я еще 2 сделала. Значит, 5, 6. И последнюю убавку я сделаю не столбиком без накида, а сделаю соединительным столбиком. Делаю воздушную петлю и вытягиваю ниточку. Извините за фокус, он будет гулять. Но я постараюсь, чтобы вам было все видно. Так вот близко. Вот что у нас получилось. Что мы делаем дальше? Дальше я беру иголочку. Какую иголку я буду брать для работы? Основная игла у меня выглядит вот таким образом. У нее маленькое ушко. И сама игла, диаметр, она практически одинаковая с начала до конца. Взеваю иголку. Ушко здесь очень маленькое. Я надеюсь, что у меня получится вставлять нитку в иголку. Значит, что я делаю дальше? Дальше я подхватываю полупетли. Передние. И максимально закрываю отверстия вот таким вот образом. Вот так вот. Теперь я вывожу иголку где-то, вот отсчитываю один-два ряда с конца. То есть получается между рядами, там где по 15 столбиков без накида было. Подтягиваю шплинт, чтобы он усадил диск в шею и у нас сформировался вот такой вот воздушный шарик. Чтобы здесь вот такое основание было. И делаю закрепку. Как я делаю закрепку? Значит, я нахожу соседний столбик. Вожу в него и вывожу туда же, откуда выходит ниточка. Теперь у меня здесь закрепка. То есть я, когда эту нитку буду тянуть, когда буду делать утяжки, у меня не будет тянуться сам шплинт. Вот здесь вот, где мы закрывали отверстие. А будет тянуться вот это вот место и голова немножко будет вот так вот выглядеть. То есть она не будет максимально вот так вот поворачиваться. За счет вот этой утяжки она будет принимать более правильную форму, что ли. Можно так сказать. Голову откладываем вбок. И теперь займемся с вами мордочкой. Значит, схему мордочки вы сейчас видите на экране. Белый цвет очень плохо видно. Очень плохо видно белый цвет. Так. А вот так вот. Ну, допустим. Значит, провязываем первый и второй ряд. Там, где прибавки и по кругу у нас идет 12 столбиков без накида. И дальше у нас идет следующее по схеме. Мы делаем прибавку. Раз. Два в одну петельку. И один столбик без накида. Затем я делаю воздушную петельку. Поворачиваю вязание. Делаю... Поворачиваю. Делаю прибавку. Раз. Два в одну петельку. Плотненько вяжу. И провязываю два столбика без накида. Раз. Два. Делаю воздушную петлю. Поворачиваю. И как я делаю здесь убавку. Здесь такая убавка, как мы делали с вами в голове, она не подойдет. Я делаю обычную убавку. То есть, провязываю две петли с одной вершиной. Плохо мне здесь видно. Значит, мы провязываем после убавки два столбика без накида. Провязываем плотно. Делаем воздушную петлю. Поворачиваем. Снова делаем такую же убавку. Раз. Петелька. Два петелька. Общая вершина. И один столбик без накида. И последний ряд. Делаем воздушную петлю. Воздушная петля должна быть очень-очень плотненькая. Раз. Два. И общая вершина у нас убавка. И у нас получается с вами вот такая вот деталь. Если мы на нее вот так вот будем смотреть, как мы ее вязали, она какая-то получается кривовата. Нужно ее будет поставить вот таким вот образом. Сейчас мы этим с вами и займемся. Итак, берем с вами голову. Берем мордочку. И на каком уровне я ставлю мордочку. Вы можете ориентироваться по своим желаниям. Экспериментируйте. Потому что от того, как вы поставите мордочку и вы шьете, сделаете глазки, ушки, будет зависеть выражение вашей игрушки. Поэтому здесь экспериментируйте. Можете повторить, попытаться повторить, как показываю я. Можете сделать немножко по-другому. Значит, я беру булавочку. Ввожу ее вот там, где у нас последняя убавка была сделана. И отсчитываю где-то вот кольцо амигуруми. Раз, два. Между вторым и третьим рядом. Вот таким вот образом ее ставлю. И вторая булавочка мне понадобится. С помощью второй булавки я ввожу вот сюда, вот где у нас было кольцо амигуруми мордочки. И стараюсь ввести ее не сильно растягивая, но при этом... А где я поставила? Ну, тут поставила. Раз, два. Надо под ниточкой вот этой нам поставить приблизительно. Чтобы потом не переделывать закрепку. Так. Вот таким вот образом ставим вторую булавку. Теперь берем ту же самую иголку. Я работаю той же самой иголкой, которой я закрывала отверстие. С миниатюрой я не люблю работать большими иголками. Раньше у меня любимая иголка была... Сейчас покажу вам. Вот эта. Ей хорошо работать, когда я вяжу из софти. Ей классно работать. Когда из ириса очень тяжело. Дальше. Как я пришиваю? Я нахожу... Значит, я вводила между... Так, два, три. Между третьим и четвертым рядом. Да? Под кольцо амигуруми. Раз, два, три. И вот у меня третий и четвертый ряд. Значит, между первым и вторым... Ой, между вторым и третьим кольцом амигуруми. Раз, два, три. Я нахожу, где у меня будет... Где у меня будет верхняя точка. Пришиваю вот таким вот образом. Фиксирую. Булавки пока не убираю. Захватываю ниточки. Подхватываю здесь. Ввожу в ту же самую дырочку. То же самое отверстие. И теперь мне нужно вывести иголку вот в этом месте, где я буду крепить вот этот уголок. Вы можете найти другой способ, как вы захотите пришивать. Я нашла способ, как я могу пришить ровно. Значит, вот я вывела. Теперь я фиксирую вот этот уголок. А вы можете экспериментировать. Возможно, вы найдете способ попроще. Можно жаккардом, наверное, как-то вывязать. Но мне лениво высчитывать. Теперь я иду вот в этот уголочек. Почему я пришиваю сразу уголки? Для того, чтобы сформировать мордочку. Чтобы не было вот этого вот перекоса. Мы когда начинали делать прибавки. Видите, вот этот край, он находится чуть выше, чем вот этот вот. И чтобы не было этого перекоса, я сейчас стараюсь пришить так мордочку. Зафиксировать вот эти уголки. Там, где у нас уходят прибавки. Чтобы вот эту часть немножко опустить. Вот таким вот образом. Теперь я ввожу в ту же самую дырочку. И по каждому точке между рядами я буду пришивать вот эту вот белую деталь. Смотрите, ввожу, в следующий ряд выхожу. Почему у меня все пальцы покоребаны? Потому что я пришиваю очень тщательно. Конечно, здесь нужно колоссальное терпение. Сейчас нахожу точку в белой детальке, которая напротив вот этой вот выхода ниточки. Ввожу сюда иголку. И пришиваю. Теперь в ту же самую дырочку, из которой вышли. Опять на один ряд выше. И пришиваю. С мордочкой я советую вам не спешить. Потому что, если вы пришьете косо, криво, если вы не уделите максимум внимания, то вы испортите игрушку. Дело в том, что основное, что красит игрушку, вы можете сделать странное тело несуразное, большие лапы, маленькие лапы. Но если вы сделаете несимпатичную мордочку, то вы испортите все вязание. Все ваши труды пойдут на смарку. Поэтому, если вы не готовы долго вот так вот колупаться с каждой петелькой, то, возможно, вязание игрушек для вас не подходит. Либо вы можете вязать игрушки, которые большие, хотя в больших игрушках там тоже нужно шить. Но там, так как большие пространства между петлями, между рядами, то есть, ну, сами ряды занимают очень много места. Да, расстояние между ними большое, то там это сделать, мне кажется, немножко проще. Но, во всяком случае, с большими игрушками у меня таких проблем, чтобы вот так вот я долго колупалась и тяжело было прокалывать полотно, я травмировала свои пальцы. Такого с большими игрушками у меня не было. Так, я уберу первую бывалочку и смотрю, как мне пришить вот последнее отверстие. Помогаю я себе еще об стол иногда. То есть, я иголку фиксирую на столе. Вот стол у меня, я ее фиксирую, прокалываю и вывожу. Пробовала я пользоваться всякими, всякими наперстками, но, к сожалению, к сожалению, они усложняют мне работу, они облегчают жизнь, да, они спасают мне пальцы, но при этом я работаю намного медленнее. Так. И вывожу с другой стороны мордочки. Сейчас будем пришивать вторую часть. Да, я пришиваю очень мелкими стежками. Вот что у нас получилось. Как будто вывязано полотно. Сейчас то же самое делаем с другой стороны. При этом, смотрите, если вы будете захватывать какую-то одну ниточку, и потом, когда будете подхватывать голове, то у вас могут образовываться вот такие вот дырки. Чтобы этого не происходило, подхватывайте не только одну ниточку, а берите какие-нибудь рядом еще идущие ниточки, чтобы этих дыров не было. Буду помогать себе инструментом, потому что я очень сильно повредила свой средний палец иголками. И мне он побаливает, пока там кожа не восстановится. Я обычно подталкиваю вот этим пальцем, и у меня иголка все время входит под кожу, когда она входит на полсантиметра, а потом кожа отрывается. Снизу молодая кожа находится, и очень болезненно толкать именно этим средним пальцем. Поэтому буду использовать инструменты. На камеру работать намного сложнее. Так, в принципе, когда вы свяжете одну-две собачки, в принципе, потом вы будете оформлять мордочку достаточно быстро. Здесь нужна практика. Я собачек связала этих очень много уже. Мне их заказали летом. И тогда заказчица не забрала собачек. Я очень долго ждала, ждала, когда же она приедет, заберет, когда мы там встретимся. В итоге она не забрала собачек. Я их выставила в свой магазинчик. И сейчас это самый популярный на данный момент. Январь 2020 года. Это самый популярный товар. Поэтому, возможно, и у вас пойдет с собачками. Но для этого нужно научиться их делать, чтобы у вас получалась копия моих собачек. Тогда, скорее всего, обратят внимание на ваши игрушки. Потому что я, например, делаю некоторые игрушки, как делают другие мастера. Я беру схему у других мастеров. Но у меня нет такого ажиотажа на работы по их мастер-классам. Потому что я делаю, конечно, не так, как они. У меня есть недочеты. Я что-то не умею делать. Поэтому здесь нужна практика. Практика. И еще раз практика. Я смотрю, что мастер-класс, наверное, будет получаться очень большой. Поэтому я его буду разбивать на несколько этапов. Я не хочу вырезать много, либо ускорять. Для того, чтобы вы видели каждый этап. И когда у вас будут сложности, вы не думали, что у меня это получается легко и просто. Я посмотрела, игрушка сама связалась. Нет, для меня это до сих пор остается достаточно сложно. И я думаю повышать цену на эти игрушки. Потому что я устала их уже делать. Да, и пряжу я не могу найти. Она у меня заканчивается. Пряжу я не могу найти тоже. Можно замену, да, сделать. Например, делать из полушерсти, как я вам говорила в начале. Сильно не увлекайтесь. Сейчас нам нужно будет набить мордочку. Мордочку мы будем набивать хал... Нет, не холофайбером, а синтепоном. Потому что синтепон можно... Где он делся? Синтепон можно сформировать... Вот смотрите, я отрываю, у него много всяких волокон. Но я делаю вот такой вот шарик. И еще мне, знаете, что понадобится? Еще мне понадобится чем... Еще я набиваю, сейчас вам скажу. Особенно маленькие игрушки. Так, берем синтепон. И у меня здесь есть поломанная игла для валяния. Видите, она здесь поломалась. Но при этом маленькие детальки, когда мне нужно набить, она намного лучше справляется, чем та же самая зубочистка. Хотя, если бы у меня не было валяльной иглы, я бы, наверное, набивала зубочисткой. Хорошенько там распределяем. Сильно мордочку делать не надо. Кстати, забыла вам сказать по поводу мордочки. Если вы просто смотрите сейчас мастер-класс, еще мордочку не связали, не пришили, то тогда, если у вас нет тонких иголок, я советую вам вышить носик сразу. Я носик сразу не вышиваю, потому что, как казалось, если я вышиваю сразу носик, и потом я пришиваю мордочку, и у меня получается косой нос. Это меня расстраивает, печалит. Переделывать мне очень не нравится. Я стараюсь делать сразу все с первого раза. Перевязывать, перешивать мне составляет очень много усилий. Как говорится, что-то сделать заново требуется. Это Сатья Дас рассказывает в своих семинарах. Там один балл усилий. Что-то поменять, переделать. Нет, разбурить и построить заново. Там 8 баллов усилий. Разрушить, нет, поменять. И при этом оставаться в той же ситуации нужно 64 балла усилия. Я, конечно, могу ошибаться. Советую вам посмотреть этого психолога. Мне он очень нравится. Его принципы. Если вам его принципы будут интересны, я думаю, он вам тоже понравится. Мне еще не нравится вот здесь вот уголок. Он недостаточно острый. Попробую это исправить. Значит, как я исправляю, смотрите. Вот мне не нравится уголок. Так, видите, он недостаточно острый по размерам. Я сейчас вывела вот там, где этот уголок находится. Я ввожу вот здесь вот уголку. Он у меня уже пришит. Но я его хочу опустить ниже. Вот я его захватила. И теперь я ввожу не в ту же дырочку, откуда нитка выходила, а я чуть ниже вывожу сзади на голове где-нибудь между петлями и рядами. Так, нужно попасть обязательно где-нибудь между, не захватывая ниточек. И хорошенько здесь подтягиваю. И смотрите, уголок опустился. Ну, конечно, не идеально. Но вполне себе сойдет. Так, теперь мне нужно спрятать эту ниточку, но не отрезать ее. Подождите, не отрезайте. Как я прячу? Я не делаю никаких узелков. Я провожу внутри головы вот таким вот образом. Да, голова, наверное, будет отдельно. И потом мы с вами будем заниматься телом, всем остальным во второй части. Так, я сейчас это все так оставляю. В принципе, я могу иголку... Нет, иголка мне понадобится. Теперь мне нужно найти иголку, которая будет тоненькая. Вот я купила себе вот такие вот вышивальные иголки. В принципе, можно взять какую-нибудь тонкую иголку. Даже не знаю, какую вам еще показать. Ну, вот у меня совсем бисерная есть, тоненькая игла. Она еще тоньше. И в сравнении той, которой я работала сейчас. Смотрите, я беру иголку, которая тоненькая. Ну, вот я вышивальной этой буду сейчас работать. Беру обычную швейную... Обычную швейную... Ой... Раскакали ниточки. Значит, обычная швейная ниточка. Отматываю, не знаю, сантиметров 50-60. Лучше 60 сантиметров, потому что мы еще потом будем брови вышивать. Складываю ее наполовинку. Подвожу вот эти вот кончики, чтобы они были одинакового размера. И теперь мне нужно продеть. Отверстие тут очень маленькое. Простите, я это сделаю за кадром. Так. Что я делаю дальше? Дальше мы будем вышивать носик. Смотрите, я не делаю никаких узелков. У меня на конце есть петелька. И за эту петельку я буду фиксировать. Наверное, я все-таки возьму напальщину. Хотя бы одену вот такой. Вот попробую работать. Потому что болит. Очень там открылась ранка. Очень мне больно. Значит, ввожу иголочку в кольцо амигуруми. И вывожу. Получается... Вот. У меня один ряд остается здесь. Вывожу иглу вот здесь. Вот здесь. Хорошо объяснила, да? Опускаю вот эту вот закрепочку вниз. Петельку я захватила там. Теперь ввожу. Нос у нас будет треугольной формы. Значит, ввожу вот здесь вот. Ну, вот такое вот расстояние. Это где-то миллиметра два-три. В одну сторону. И во вторую сторону. Сейчас объясню, почему я вышиваю тонкой иглой. Если вы сейчас возьмете ту же толстую иглу, то смотрите. Здесь я вводила между рядами. Здесь я вводила почти между рядами, но все-таки в столбик. И здесь я точно внутрь столбиков вводила. И толстая игла внутрь столбиков проходит очень-очень тяжело. Нужна тонкая игла. Если у вас нет тонкой иглы, то лучше, конечно, было бы вышивать до того, как вы мордочку пришьете. Я раньше так делала на первых игрушках. Вставлю вам фотографию. Там, в принципе, не сказать, что мордочка очень так криво выглядит нос. Но мне бы хотелось более идеального носа. Я всегда стараюсь стремиться к идеалу, поэтому в каждой игрушке я что-то дорабатываю, что-то меняю. Сразу носики вышивала просто на мордочке. Сейчас вышиваю. Всегда мордочку сначала пришиваю, а потом во всех игрушках вышиваю, когда уже мордочка на голове. Какие бы игрушки сейчас не были. И сейчас я просто заполняю все пространство. Кстати, вышивать вы можете ниточками мулине черного цвета. Можете взять темно-темно-коричневый. Но собачка, по-моему, черная носа. Ну или темно-коричневая, да? В принципе, темно-коричневый можно взять. Вы знаете, с этим напальчичником очень даже и ничего. И приятненько. Иногда попадает иголка вот в эти дырочки. Это с Алиэкспресса. Они идут там пяти размеров. Я три размера заказывала. Алиэкспресса стоит доллар на январь 2020 года. Цена. И вы знаете... Даже не знаю. Хотя, наверное, я им просто меньше работаю. Из-за того, что мне эта фигня мешает. Очень мешает работать. Ну ладно. Ну что? Что у нас с носом? Это у нас с фокусировкой. Вот. Видите? Носик я закрыла. Тут у меня получится последний стежочек. Больше я не буду шить. Сейчас мне нужно ввести иголку вот сюда. И выйти где-нибудь вот здесь, снизу. То есть я ввожу в центр кольца Амигуроми. И вывожу... Ну, очень низко не иду. Вот где-то внутрь первого ряда. Там, где у нас были прибавки. Или это не первый ряд. Это второй ряд. Что я сегодня запуталась. Так. Смотрите. Я вывела. И сейчас иголочкой вывожу куда-нибудь. Опять еще. Сейчас подождите. Иголка тонкая. Я не вижу через экран. Вот. Вывожу где-нибудь между петлями. Наверное, надо мне отключать автофокусировку. Но тогда под самой камерой я работать не смогу. Вот. Что у меня получилось. Я так и оставлю. У меня здесь получается две ниточки. И теперь точно так же, как и белую ниточку, я прячу несколькими стежками внутри. В холлофайбере ниточка, она запутывается. И поверьте мне, даже если вы захотите, вы ее не выдернете. Не получится. Я иногда делаю ошибки. Мне потом надо вынить нитку. Что вы думаете? Я не могу этого сделать. Так. У нас голова болтаются нитки. Если они вас бесят, возможно, игрушки это не ваше. Меня они тоже немножко подбешивают. Но я могу с этим смириться. Могу терпеть это. Так. Я беру коричневую ниточку, иголку, которой мы закрывали отверстия. Сейчас я вдену маленькое отверстие иголки. Поэтому я буду уходить из кадра. Что мы теперь делаем? Теперь нам нужно сделать утяжки для глаз. Для этого я беру булавочки. Кстати, вот булавки. Эти булавки прим. Сейчас я вам для сравнения покажу булавки Гамма, по-моему. От Гаммы тоже классные булавки по металлу. Но по размеру толщину ощутите сами. Мне нравятся тоненькие. Значит, как я ищу, где у меня будут глазки? Во-первых, нам нужно вылепить мордочку. Чтобы она была ровная. Значит, что такое вылепить? Мы ее поворачиваем. Мы возвращаем голову на место. Когда мы прошивали, тут все прошивали, мы ее жмякали и деформировали. Поэтому мы сейчас пальчиками вылепливаем кружочек, вот из пластилина. И находим, где у нас будут глазки. Значит, я ориентируюсь там, где нос. И в бок на один столбик. Вот иголка, вот здесь вот. И с этой стороны. Проверяю симметричность. Можно вот так вот повернуть. Можно посмотреть через экран телефона. Через экран телефона лучше видно. Вроде как симметрично. Вроде как. Так, можно поставить еще вторые точки. Там, где мы будем иголку вводить назад. Я обычно ориентируюсь на один ряд и на один столбик по диагонали. Сейчас я поставлю и сфокусирую вам. Так. Вот сфокусировалась. Смотрите. Видите? Не советую вам, не буду вам считать даже и показывать, в каком ряду ставятся глазки. Потому что пришивать вы могли на другом уровне. И поэтому сами, сами учимся симметрично ставить сами. Это вам поможет в дальнейшем. Так. И теперь я вывожу вот там, где у меня эта булавочка стояла. Вывожу иголку. Девочки, пожалуйста, и мальчики, если вы вяжете, обязательно обращайте внимание на те моменты, которые я рассказываю. Я не делаю мастер-классы короткие. Я делаю мастер-классы по оформлению. И я вот делала платный мастер-класс. И заметила, что многие очень плохо делают утяжку. Пожалуйста, обращайте внимание, как я делаю. Значит, вот я вывела иголку в ту же точку, откуда ее вводила. Откуда у меня нитка возвращалась. Вот она у меня здесь лежит. Теперь я ее вот так вот накручиваю на пальчик. Смотрите осторожно. Ирис, он рвется. Теперь я, для того, чтобы нитка у меня не порвалась, я вот этим вот пальцем левой руки сейчас буду давить в глазницу, а этой ниткой тянуть и помогать еще вытягивать пальчиком. Понятно? Обратите внимание, пожалуйста, на это. Не допускайте ошибок. Игрушка не получится красивой, если вы будете делать недостаточные утяжки. Мне очень обидно за ваши работы, потому что у вас получается, да, она получится очень милой. Но если вы будете делать утяжку правильно, смотрите, я держу пальцем очень сильно. У меня сейчас палец белый из-за того, что я его передавливаю. И делаю закрепку. Иногда я закрепку не делаю, иду сразу вот в эту сторону. Но иногда получается, что утяжка ослабевает. Можно повторно делать 2-3 утяжки. Ну, а так как игрушка маленькая, дополнительные нитки, которые вы вот здесь вот будете наращивать 2-3 утяжкой, они вам сыграют не очень хорошую службу. Вот такая вот утяжка получается. Сейчас я буду делать 2-ю утяжку. То есть я максимально ее утягиваю. Вывожу в эту сторону. Еще раз обращаю ваше внимание, если вы сделаете несимпатичную мордочку, то, в принципе, ваша игрушка не будет живой. Да, скажут, что красивая, конечно, вы делаете миниатюрную игрушку, и все проявлятся, вау, как классно. Но при этом она не вызовет желание, что я хочу точно такую же. Я, конечно, не супер-пупер-ас, чтобы вам давать, наверное, такие советы. Но я просто, когда делала платный мастер-класс, мне было немножко обидно, из-за того, что девочки не до конца смотрят мастер-классы. Я видео мастер-класс снимала для того, чтобы все было подробно и понятно. Так, еще раз. Вот этим вот пальцем мы ставим там, где у нас... Смотрите, у меня нет ногтей. Да? Нет ногтей. Если у вас есть ногти, будет больновато вам, наверное. Значит, ставим палец там, где у нас глаз. Давим. Сначала начинаем давить, а потом подтягиваем нитку. Может, так вам больше будет. Давливаю туда. Очень сложно сделать здесь утяжку. Я помогаю, как видите, и столом, и дополнительными инструментами. Закрепку надо обязательно сделать, иначе... Так, иначе... Утяжка съедет. Подтягиваю немножко утяжку и делаю закрепку. Так, немножко возвращаю форму. Очень сильно набила голову в этот раз. И вижу, что утяжки получились намного меньше, чем я обычно делаю. Но я вам покажу, как я буду делать круглые глазки, и что я делаю для того, чтобы вдавить эти глазки еще лучше. Этим мы сейчас и займемся. Так, я оставлю пока что ниточку. Она у меня длинная, для того, чтобы вышить веки. Так, что мы теперь делаем? Мы берем глазки. У меня остался один глазик, а вот второй. Так, берем глазки. Они с Алиэкспресс идут на длинные вот такой вот ножки. Такая длинная ножка мне не нужна. Я откусываю, оставляю для сравнения. Вот. Сколько я 2-3 миллиметра откусила, наверное. Так. Нет, больше. Они просто разных размеров. И вот так вот. Так, глазки я подготовила. Мне нужен еще клей. Клеем я пользуюсь вот этим. Гель секундный. Так. И теперь мне понадобится вот такая вот иголка. Есть вот такие вот иглы толстые. Есть вот такие вот иглы. Она более такая плоская. Есть вот такие. То есть мне нужна толстая иголка. И еще немножко потоньше. Вот такая вот. Значит, я буду пользоваться вот этой беленькой. И вот этой вот толстенькой габелленовой иголкой. Значит, в чем плюс вот этой вот иголки? Смотрите, у нее тоненькое основание. И она плавненько расширяется. Что я делаю? Я сейчас вам нарисую и объясню. Значит, смотрите. Я хочу сделать глазницу. Я хочу сделать глазницу. Если вот у меня сейчас утяжка, она вот такая вот. Небольшая. Потому что я очень сильно набила голову. Если вы меньше набиваете голову, утяжка получается намного сильнее. Если я сейчас просто приклею, делаю небольшую дырочку, да, или как-то вставлю там глазик, потом его клеем закреплю, то у меня получится, что глазик будет вот так вот стоять в своей глазнице. Вот этой вот иголкой я сейчас буду делать отверстие. То есть сначала я для этой иголки намечу, где у меня глаз будет стоять. Для этого я использую габелленовую иглу с острым кончиком. То есть она толстая и острая. И я буду делать глазницу вот такую вот. И плюс даже не такую я делаю глазницу. Вот этой вот иголкой я делаю глазницу вот такую вот. Вот такую вот даже делаю глазницу. То есть она когда входит, вот эта вот часть расширяет глазницу, делают широкую. А вот здесь вот остается пространство. И я могу на глаз сразу нанести клей и поставить сюда вот этот вот шарик. И что получается? Я когда буду вот в это углубление вклеивать глазницу, глаз, то у меня получится, что глаз, он усядется вот в это отверстие. То есть он станет не круглым, а будет полукруглым. И тут палочка войдет сюда. Это сделать иногда мне сложновато. Но я покажу вам, как я это делаю. Я объяснила вам, как я это делаю. Теперь показываю на практике. Так, я нахожу иголкой, где у меня будет глаз. Запоминаю. Вот, наверное, вот так вот. Вот здесь вот. Делаю отверстие. Смотрите, немножко расширила. Но здесь дырочка получается от этой иголки достаточно маленькая. Теперь я ввожу вот эту иголку и хорошенько туда прокручиваю. Потом мы голову сформируем назад в шарик. Сейчас нам главное сделать дырку, хорошую дырочку. Слышите, как скрипит? Потому что я очень сильно туда ввожу. Так, смотрите, такое отверстие получилось. Так, настоящая глазница. Ну, мне все равно не нравится, потому что холофайбер закрывает сразу. Если сразу холофайбер вы видите, что закрывается, иногда у меня холофайбер такой, он не имеет свойства сразу заполнять пространство, в котором он находится. То тогда, в принципе, я могу вынуть иголку и положить ее рядом. Когда у меня захлопывается сразу отверстие, я иголку оставляю в глазнице. Беру глазик. И теперь мне нужно промазать основание вот этого глазика, шарика и саму палочку. Клея я наношу не очень мало, потому что глаз держится только на клею. Только на клею. Ну, походу, заканчивается клей. Теперь я вынимаю, простите, выниму зубами. Вынимаю и вставляю. В зубах у меня сейчас иголка. И вдавливаю туда глазик. Смотрите, как он вошел хорошо. Он не торчит. Видите? Да, он немного выступает. Но вот когда я вот эти полусферы приклеиваю, он вообще как влитой туда садится. Вот он, смотрите как. Но эти шарики мне больше нравятся, они больше блестят. Мы вот это вот то, что он выступает, потом за счет века мы его закроем. Ничего страшного, но... Ну, как-то так. Так, смотрю симметрично, чтобы поставить второй глаз. И если вы боитесь, что глазница очень большая, то иногда получается, что глазик у меня какой-то маленький, а я даже на маленьких игрушках двухсантиметровых делаю вот этой вот иглой дырки, глазницы. И потом получается, глазик чуть ли туда внутрь не убегает. Поэтому я вот, когда его поставила, где он должен стоять, я сразу так с боков чик, зажала, и глазница, получается, холофайбер, наполнитель этот. Когда я сжимаю голову, он так, хоп, ножку обхватывает, клей схватывается, и все, холофайбер держит. Плюс за счет того, что мы наносим, ну вот, давайте я на иголке вам покажу, клей, когда мы наносим, он должен попадать. И вот на вот эту вот поверхность тоже. То есть ножка у нас фиксируется, приклеивается за счет холофайбера, а вот здесь вот приклеивается головка к вязанию. Боже, я так подробно разжевываю для вас оформление. Даже не знаю, стоит ли это вообще делать. Я надеюсь, что вы поставите мне лайки и посмотрите обязательно вторую часть. Иначе я вам больше не буду снимать никаких мастер-классов. Я без... Так. Хорошо. Клей заканчивается. Клей заканчивается. Хорошенько наношу клей, чтобы он попал обязательно на шарик сам. Ух, как много клея. Ой, он пополз. А, а, много клея. Убрать. Убрать клей. Простите. Я опять ушла из кадра. У меня тут ЧП случилось. Кстати, клей, чтобы не заклеивалось, нужно обязательно заголовки убирать. Все, у меня закончился клей. Убирать клей. Убираю. Убираю. Смотрим, чтобы глазки были симметричны. Возвращаем голову в нормальное положение. Мне нравится. Дальше я хочу вышить белочки. Для этого я оставляла белую нитку от мордочки. Хотя мы будем пришивать ушки. И у нас в ушках будет и белая ниточка, и коричневая. Так что, если вы вначале оставили там короткую нитку, ничего страшного. А мордочку вы просто можете вышить потом, когда сделаете ушки. Так, теперь нам нужно вывести вот эту белую нитку. Она у меня находится ближе к вот этому глазу. Поэтому сейчас я выведу дырку, которая мне надо. И объясню, где она. Так. Видите, где она? Вот так вот. Где-то центр. Может быть, чуть выше я иногда захватываю. Тогда такие глазки вообще получаются. Такие... Типа... Пожалейте меня. Так. Теперь нужно найти точку. Вот с внутреннего угла глаза. Так. Где-нибудь... Где-нибудь... Помните, там между петлями выводим. Чтобы у нас с обратной стороны нигде ниточка не сцепилась и белым не светила. Теперь аккуратненько. Сильно не затягиваем. Подтягиваем. И смотрим. Если ниточка белая уходит под глаз, то тогда можно воспользоваться немножко клеем. Подтяну. Вот такое вот. Теперь, чтобы когда я буду тянуть возле следующего глаза, у меня... этот глаз не слез. Я запутаю ниточку снова внутри головушки. Я точно так же прятала ниточку, вот когда сделала веки. Потому что вы, кстати, можете, если вы боитесь так путать, да, то вы можете делать закрепки где-нибудь внизу шеи и потом выводить в центр головы и там обрезать нитку. Так, теперь мне нужно симметрично сделать точно такой же второй. Не такой же, а такой же белочек. Чуть выше. Тоже здесь нужно постараться, не спешите. Захватила века. Так. Где же ты выходишь там? Почему я не делаю сразу перед тем, как века идет? Перед тем, как вышивать века? Потому что потом я, когда века вышиваю, у меня часто белок уходит под глаз. Мне это не нравится. Ну вот, нашла наконец-то, куда мне нужно вывести. Уголку. Я почему-то всегда вышиваю от внешнего угла глаза к внутреннему. Потому что мне нравится, когда с внутренней стороны он больше. А очень часто получается, что внешний уголок прячется под глазик. А внутренний остается. И... Может, это, конечно, не анатомично. Может, внешний должен быть больше глазик. Ой, уголочек. Но мне нравится такой вариант. Вы можете поэкспериментировать. Так, аккуратненько, не спешим, укладываем. Смотрим, чтобы симметрично было. Как-то... Чуть-чуть микроподтягивания. Я замерла, потому что с обратной стороны я подтягиваю ниточку и формирую более правильный белок. Иногда белок не получается, и он уходит под глаз. Тогда можно взять на иголочку чуть-чуть клея, потыкать там под этой ниточкой. Потом взять вот так вот иголкой, придержать веко, где оно... Не веко, а белок, где оно должно быть. И... Все. И оно закрепится. То есть никакого напряжения белок не несет. Поэтому ничего страшного. Много клея там не надо. Буквально, знаете, так размазать остатки с иглы. Я даже с иглы это иногда делаю. То есть не беру... Если вы возьмете этот... Зубочистку. То зубочистка очень толстая по сравнению с иглой. И у вас может получиться неаккуратно. Я беру черную ниточку. И сейчас буду вышивать веки. Ой, веки, брови. От бровей очень зависит выражение. Очень зависит. Они просто играют колоссальную роль. Завершающий этап просто бровей. Поэтому... Поэтому... Вы смотрите... Как вам нравится. Вот я, наверное, так сделаю. Вот так вот. Так, сейчас симметрично вывести с этой стороны. У меня получилось. Вот по бровям сейчас заметно, что я делала мордочку несимметричной. Но это будет заметно только мне. Так, и вам. Потому что я вам сейчас покажу, где несимметричность. Из-за того, что мы вяжем по спирали, у нас получается смещаются эти ряды. И поэтому даже если вы глаза делаете, вот высчитывать. Почему я вам говорю не высчитывать? Потому что у нас разная плотность. И если вы даже в одном ряду считаете вправо и лево по 4 столбика без накида, то с одной стороны глаз у вас получится выше, с другой стороны ниже. Если вы ряды посчитаете, то тоже вам может не получиться. В общем, спиральное вязание, оно такое. Так, ну вот мордочка у нас практически готова. Нам осталось пришить, делать ушки. Смотрите, что по несимметричности. Смотрите. Здесь у нас века чуть дальше расположена. Поэтому мы немножко вылепим, чтобы убрать эту несимметричность. Но она не то, что прям совсем несимметрична. Но я ее вижу, сейчас зачетливо. Так, взяли вроде ничего. И симметрично. Делаешь, делаешь игрушку. Она несимметрична получилась. Так, сейчас покажу вам. Смотрите. Здесь у нас одна дырочка. Здесь тоже одна дырочка. Но при этом здесь полноценные полстолбика. А здесь их почти полстолбика, этих их нет. То есть разница буквально вот эти вот полстолбика. И как, ну вот, по-разному смотрится. Кажется, что мордочка несимметрична. Но это заметно будет только нам, кто вяжет по этому мастер-классу и мне. Так, сдали. И не скажешь, что она несимметрична. То есть обращайте внимание даже на такие нюансы. То есть, когда вот я вышивала, мне нужно было обратить на это внимание. Захватывать петли одинаково. Ну, вот такие бывают нюансы. Так, приступаем к вязанию ушек. Ну что ж, ушки я повяжу вместе с вами. Значит, сфокусируемся на таком расстоянии. Вот так у нас будут выглядеть ушки. Мастер-классы у Елены, они вяжутся немножко по-другому. Я решила вязать так. Итак, сейчас вы на экране видите схему для вязания вот таких вот деталек. Таких деталек, вот таких вот. Таких деталек нам нужно будет связать 4 штуки. 2 белые и 2 коричневые. Но дело в том, что коричневую ниточку либо надо отрезать намного длиннее, либо связать сразу 2 белые детальки. А потом, когда будете вязать коричневую, мы будем соединять белый и коричневый цвет. Я вам покажу, как я вяжу. Значит, делаю обычную воздушную скользящую петельку. Я думаю, что вы умеете это делать. И набираю 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Во вторую петлю от крючка я провязываю 3 столбика без накида. Начинается второй. 1, 2, 3, 5. То есть мы начинаем вязать как овал. 3. В последнюю петлю я провязываю 3 столбика без накида. В одну петельку. 1, 2, 3. Теперь я нахожу, где у меня вот здесь вот. Смотрите, 1, 2, 3, по другой стороне. мне нужно провязать в эти петли три столбика без накида каждую по одной и при этом я ввязываю вот этот вот кончик который у меня остался от начала вязания я провязываю 2 столбика без накида отрезаю этот кончик он мешал потому что я сейчас буду поворачивать вязание он может мешать конечно когда я обычно вижу я прячу кончик под 4 5 столбиков без накида 2 столбика без накида это достаточно мало делаю воздушную петлю поворачиваю вязание и теперь провязываю 4 столбика без накида 1 2 3 4 следующую петельку я провязываю 3 столбика без накида следующую я дальше я вяжу по одному столбику без накида всего 4 столбика без накида 4 делаю воздушную петлю поворачиваю вязание теперь я прикладываю беленькую детальку я стараюсь так прикладывать чтобы кончики выходили с разных сторон поэтому я прикладываю не вот так вот как логично было бы я вначале хочу чтобы у меня был кончик не совсем удобное было вязание а затем не вязалось проще нахожу первую петельку ввожу нахожу первую петельку в коричневой детальке сразу две детали прокалываю и провязываю столбик без накида 1 и таких 5 штучек следующую петлю мы привязываем следующим образом захватываю и белую и коричневую провязывая 2 столбика без накида в эту петлю далее 2 воздушные петли если вы хотите чтобы на кончике ушка был вот смотрите у меня здесь получается такой уголочек да но если вы хотите чтобы такой прям хорошенький уголочек был то вы можете провязать не две возможные петельки а можете сделать пико то есть три воздушные петельки и провязываем вот сюда в основании вот этого вот столбика я делаю две воздушные петли и туда же провязываю еще два столбика без накида 1 и дальше соединяем оставшиеся 5 петелек одной детальки 2 вот такое ушко получается мне так вязать больше нравится потому что соединять детали намного проще потому что мы видим куда вводить крючок и выглядит более аккуратно мне кажется у меня просто я первых вязала таким образом как мастер-классе у елены то есть и первую и вторую детальку прямыми и обратными рядами но единственный минус что вот могут получаться такие просветы по первой воздушной цепочке так как мы вышли уже веке и белки то я на ушках оставляю не длинные кончики здесь буквально сантиметров 10-15 вот значит дальше мы будем пришивать ушки для этого нам понадобится много булавок 4 штуки я всегда прикладываю левое ухо потому что с правой стороны мне как-то проще ориентироваться тоже уши здесь зависит если вы поставите сверху то получится такой зайчик да если поставите как-то снизу то можно вот так вот такая грустнешка получается я обычно ориентируюсь где-то вот на такое положение смотрите не ставьте уши чтобы они не были вот здесь вот до уши у нас находится ближе к затылку если разделить голову наполовину мордочку мы считаем голову наполовину делим уши расположены чуть-чуть чуть-чуть буквально вот вот этот центр и мы вот так вот ставим чтобы было симпатично но это я рассказываю вам как я делаю если вы считаете что у вас получится симпатичнее по-другому то это же правильный вариант вы должны понимать что я даю один вариант из сотни как можно сделать эту собачку но можно цвета другие подбирать например я вот хочу связать черную чихуахуа с таким светло-коричневым бежевым оттенком то есть не белым чтобы бежевый был такой оттенок и черная сама чтоб она мало вот так вот и сейчас по точкам смотрим где у нас точки я сразу ставлю приблизительно где у нас будут типа ушки расположены ну и допустим вот так вот второе ухо то есть первое ухо я ставлю как мне нравится и сейчас смотрю так вот ставлю и понимаем что вот это ухо у меня выше значит я его опускаю на ряд ниже хотя вот я отходила от кольца амигромия точно такое же расстояние о чем я вам говорила вязание по спирали ну подсчет ставить сомнительно вы всегда должны смотреть сами так сейчас проверяю насколько у меня уши симметричны кончики и теперь проверяю чтобы у меня располагалась еще вперед-назад одинаково и вижу что вот это ушко мне нравится больше но нам больше к сзади расположены значит это я располагаю ближе задней части с этой стороны посмотрим так тоже видите это здесь здесь больше к впереди расположено значит я поэтому ряду чуть назад даже на два столбика получилось так вот теперь мне нравится проверяйте симметрию с каждой стороны можно еще вот так вот проверить видите на так у меня вырубилась камера как всегда не хватает зарядки значит я говорила о том что у вас должно всегда проверяться в нескольких плоскостях вы даже вот когда вот так вот боком берете у вас должны быть уши на одном расстоянии но это мы проверяем когда смотрим вот чтобы были точки вот здесь вот одинаково вот на этом уровне чтобы были одинаково можно линеечку даже брать проверять также мы смотрим вот по этим уровнем да и поворачиваем сверху смотрим тоже чтобы у нас были на одном уровне вот эти вот точки парные детали пришивать очень тяжело я раньше не любила вязать игрушки именно из-за парных деталей голову пришить там даже мордочку сделать это пол беды но то что касается всего остального это конечно было для меня очень тяжело не потерялась волку куда-то засунула так что мы делаем берем коричневый цвет я сразу пришиваю коричневым цветом потому что я им делаю основные боковые стежки чтобы уши придать им форму да то есть точки там где они будут симметричные эти точки и я не могу ставить не только ну вот так значит как я пришиваю ушки так 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 я нахожу помните как мой мордочку вверх пришивали вот нахожу точно так же точку где я буду пришивать вверх ушка потом захватываю еще раз вот эту вот часть основание уголочек точки здесь хранятся подтягиваю и теперь прохожу как мордочку пришивали ушка можно отложить вот так вот вперед и каждый ряд каждый ряд я пришиваю тут подхватываю вот иногда знаете попытаются такие вот детальки там где может просвечиваться полотно я стараюсь захватить чуть выше какие-то более свободные ниточки для того чтобы убрать эти белые просветы до грехи вязания они могут быть но если вы их видите не оставляете типа ну так получилось я так раньше делала и жалею об этом что я сразу не исправляла ошибки свои именно иголкой ниткой мы можем исправить недочеты не пренебрегайте этим учитесь на моих ошибках которые я раньше делала сейчас стараюсь их не допускать и вот тоже вот здесь вот например я шью сейчас и я могу захватить какую-нибудь одну ниточку но тогда когда я потяну у меня здесь образуется дырочка поэтому я захватываю не просто ее одну с несколькими ниточками вместе именно коричневую деталь я прошиваю так тщательно белую деталь я там чисто делаю стежки чтобы ее закрепить чтобы она не топорщилась аккуратно выглядела просто где-то какие-то неровности узелки эти все убрать когда мы вяжем образуются когда мы закрепки делаем так лично подходим к уголочку здесь вот у нас умолочек не спешим включите видео блогера который не раздражает или под мой голос я с вами пришлю только одно ухо подтягиваю здесь вот сейчас этот уголок так свет что ли стало меньше уголочек подтягиваем вот так вот подтягиваю то есть видать он не торчит сейчас вверх я его сейчас пришью так нижний уголочек можно пришить ближе к мордочке и тогда у вас получится ушко таким полумесяцем если вы пришьете по прямой то ушко будет по прямой мне больше нравится форма когда полумесяц и вот смотрите мне не совсем нравится когда вернулась ухо поэтому я захватываю этот петельку нижнюю и все-таки доверну ухо вперед знаю насколько вам это было видно вы это заметили я его хотя захотела довернуть то чтобы у меня сформировался такой полумесяц больше я такую форму люблю и теперь если бы у вас они были вышиты веки то вот этой ниточкой от ушка можно вышить вики если у вас и там и там не было ниточки то веки можно вышивать отдельной ниточкой смотрите по обстоятельствам просто решайте вопросы проблемы решаем по обстоятельствам так я сейчас ненадолго отключусь потому что я обычно пришиваю коричневую деталь и коричневую деталь и потом пришиваю белую деталь и белую деталь почему я это делаю потому что мне так проще ориентироваться симметрично я пришила уши или нет если я сейчас пришлю белую деталь она может немножко деформировать ухо вы не деформировать а просто изменить его расположение чуть-чуть буквально капельку и потом я когда пришью вот это ухо она будет не симметрично этому поэтому я сейчас пришью коричневую часть и вернусь к вам чтобы мы пришили вместе белую часть ну что ж коричневую часть ушек я пришила сейчас телефон сфокусируется вот смотрите получилось практически идеально это может ушко чуть шире получилось но возможно это из-за того что я когда пришиваю деформирую голову ну тут вот видно серединка немножко вверх ушла это не столь важно хотя если делать идеально то тут каждую каждую деталь нужно смотреть значит как я пришиваю белая белую часть я отворачиваю ушка в этот раз назад и здесь я захватываю получается вязание чуть дальше и пришиваю через ряд важен то есть коричневая ушка я откуда иголку вывела туда же ввожу когда белую часть пришиваю я вот у меня иголка здесь вышло когда коричневую часть пришиваю я сюда же ввожу и вывожу отсюда а когда белую часть я вот эту вот точку пропускаю и увожу сюда только в конце могу для того чтобы у меня последние точки здесь вышло поэтому я тут захватываю вот полотно все выглядит очень симпатично ну что ж на этом я первую часть заканчиваю потому что я думала что мастер-класс по чихуахуа выйдет одним файлом но получается видео уже началось может даже больше поэтому вяжите пока что голову я слишком долго промежуток между этими частями делать не буду я выпущу это вторую часть завтра вы как раз сможете связать сегодня голову либо купить необходимые материалы чтобы собирать деталь дальше дальше нам не сложно будет делать там связать лапки связать телом тело в принципе много времени тоже не займет но это мне сначала кажется что это все много времени не займет а как видите здесь вышел целый час наверное но это по времени сориентировалась по кусочкам сколько я записывала даже телефон успел разрядиться все я пришиваю вот этого тушка значит головушка чихуахуа у нас готова и займемся с вами следующей части всем остальным оформлением если у вас остались какие-то вопросы пожалуйста пишите ваши вопросы в комментариях либо можете если прям хотите чтобы я проконсультировала вас что не так вы можете присылать ваши фотографии где-нибудь в соц сетях в контакте в инстаграме можете там выслать фотографию сказать почему у меня там не получается то то возможно я какие-то дам советы подскажу я конечно не считаю себя супер-пупер мастером но меня связала этих собачек очень много а значит опыта по вязанию именно этой игрушки у меня я как мне кажется достаточно и поставьте пожалуйста обязательно лайк этому видео поделитесь с друзьями в соц сетях я надеюсь что вы смотрели всю рекламу так вы можете сказать спасибо как еще вы можете сказать спасибо читайте в инфобоксе если у кого-то возникло такое желание буду вам очень очень сильно благодарна если вы поделитесь в соц сетях огромное вам спасибо за это ну и мы продолжим вязать чихуахуа завтра все увидимся очень скоро пока пока